Что волнует украинцев в решении, каких вопросов они нуждаются прежде всего и какая конкретная помощь им требуется? Чтобы узнать ответы на эти вопросы, многие политики открыли в различных городах общественные приемные. Одна из них не так давно появилась в Полтаве. С чем приходят люди в это отделение? Давайте узнаем. Общественную приемную лидера Поблока решила открыть в Полтаве, поскольку у горожан накопилось много вопросов. Очень много людей приходят с разными вопросами, как в сфере медицины, как в сфере охранных органов, так и ЖКХ и все остальное. Очень много вопросов у людей, и люди хотят почути на это ответ. Людей собралось много, у каждого свое, наболевшее. Юрия Бойко буквально засыпают вопросами о коммуналке, медицине. Вот эти мужчины, например, просят вернуть поликлинику. Поруч поликлиника четвертого управления обслуговывала это население социальными реформами, прекратила обслуговывать население. Население все привело в другую лекарню. Туда не подъехать, чем ничего не можно. Эта поликлиника практически пустует. Волнуют людей и цены на газ. Та кількість газа, что добывается с надр Украины, украинских надр, они досталь для покрытия коммунальных потреб населения. Скажите, пожалуйста, цена будет на газ, конечно, уменьшится. Есть себе вартость газа в собственном видобутке. Вона там 1200 гривен зараз, с податками, с инвестициями. Все это приблизно 2500-3000 гривен. Нужно уменьшить коммунальные услуги, и мы это сделаем в два раза. Не было такой цены на газ, не было такого знущения над людьми и этих космических коммунальных тарифов. А еще, говорит Юрий Бойко, оппозиционный блок добился победы в борьбе за льготы чернобыльцев. Государство обязано их вернуть после решения Конституционного суда, куда подали иск депутаты и оппозиционеры. А значит, люди смогут получать бесплатные лекарства и скидки на коммунальные услуги. Сегодня обязаны восстановить все льготы, которые были у чернобыльцев, обязаны восстановить. Не оставит оппозиционный блок и военных пенсионеров. По мнению Юрия Бойко, государство также должно брать на себя лечение онкобольных детей. Готов и план примирения на Донбассе. Мы отправляли специальную делегацию в Колумбию, которая 52 года шла война, и они смогли остановить ее, смогли перейти к мирной жизни. Мы изучили этот опыт. У нас четкий план, как примириться. Причем мы его достаточно хорошо отработали. У нас нет альтернативы, кроме прямых переговоров. Все просьбы и вопросы людей народный депутат попросил оформить официально в виде запросов. И пообещал, что передаст в соответствующее ведомство. Также приемные будут работать во всех областных центрах Украины. Андрей Кровец, Вячеслав Никифоров. Подробности телеканал Интер. Полтава.